Всем привет! Сегодня подборка полезных советов на все случаи жизни. Для первой идеи возьмем кусочек доски, небольшой, просто остаток, и прижмем струбцины к столу. Берем саморез и начинаем вкручивать в край. Как видите, край доски треснул. Обычно в таких случаях надо засверливать отверстие, чтобы не лопнула заготовка. Но что если нету под рукой сверла? Тогда воспользуемся отличным советом. Сначала чуть-чуть вкрутим саморез, а затем переключим на шуруповерте скорость в обратную сторону. И буквально секунд 10 покрутим. Затем переключаем, возвращаем на вкручивание, и спокойно саморез заходит прямо в край доски. Попробуйте и вы сами, друзья, я уверен, у вас получится. Вкручивать можно хоть прямо в самый край. Совет рабочий не раз меня вручал. Я часто работаю шуруповертом, и для меня биты это расходник. Иногда ломаются, но первые пару бит не спешите выбрасывать. Отметим две грани на битке друг против друга. Зажмем в тиски и напильником чуть-чуть подточим край. Таким образом у вас получится переходник для насадок. Запомните этот способ, ведь под рукой битка всегда есть. И подровняв пару граней, вы выполните поставленную задачу. Теперь простая и полезная идея для лобзика. Возьмем кусочек фанеры, остаток, и сделаем разметку брусочка. Поставим вылет. Пилки на минимальный уровень и сделаем метку. Чертим линию по центру, потом зажимаем в тиски и на ширину пилки делаем паз. Также нужна старая пилка от лобзика. Ее мы вклеим в этот паз с помощью суперклея. Берем кусочек наждачки и отрезаем по размеру. Наклеивать на брусок будем с помощью двухстороннего скотча. У нас получилась отличная насадка для лобзика. Делая поделки самоделки своими руками, бывают такие места, которые тяжело обработать наждачкой. Напильником очень долго, и тут пригодится наше приспособление. Буквально за 10 секунд можно быстро обработать паз. Сгладить края, убрать заусенцы и подготовить внутреннюю поверхность заготовки. Ну а делать отверстия в заготовке удобно аккумуляторной пилой NanoBlade. Глубина пропила такой пилы до 65 мм. Отсутствие вибраций и компактные размеры делают этот инструмент незаменимым помощником в домашней мастерской. А также в строительстве дома. Ведь именно эта аккумуляторная пила Bosch облегчила мне работу. И я налегке запилил кучу пазов в перекрытиях и пропустил все коммуникации. Добротный инструмент и все ссылки оставлю в описании под видео. Понравился мне шуруповерт, интерфейс QuickSnap, два режима работы с ударом и без. В комплекте экстендриковая и угловая насадки. А также лобзик Bosch. Есть подсветка, глубина реза до 80 мм и минимум вибраций. А благодаря системе PowerFallAll один аккумулятор для всей линейки этих инструментов. Для следующей идеи нужен кусок фанеры, на котором сделаем разметку. Нужно 4 прямоугольника. Ширина будет 12 см, а длина около 30 см. Размечаем весь лист фанеры. Ищем бобышки, остатки обрезки, доски, ну чтобы подложить на стол, под заготовку и вырезаем. Продолжение следует... Заготовки готовы. Теперь делаем разметку. Находим центр с каждой стороны и чертим линию, толщина которой будет толщина фанеры. У меня она 15 мм. Прижимаем струбцины к столу и вырезаем все лишнее. Продолжение следует... Ну и вот, наш полезный инструмент готов к работе. А получилось у нас сделать отличные помогаторы-подставки, с помощью которых удобно работать с заготовками на столе, на верстаке. При этом, отрезая доску, мы не портим покрытие верстака. Не цепляем пилкой, диском или при сверлении не попадаем сверлом по верстаку. Ну и самое главное, такие штучки отлично помогут работать с чистовым покрытием даже в доме, не боясь повредить пол с чистовым покрытием. Можно резать ламинат или половую доску. Ну и конечно, такой размер, именно высота этих подставок, отлично подходит для моей торцовочной пилы. Удобно использовать как подложку для заготовок. Пишите вопросы, пишите свое мнение в комментах, как вам такие советы. Поставьте лайк. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok